Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Марина Демченко, я являюсь руководителем консалтингового центра стратегический маркетинг, консалтинг и коучинг. И сегодня мы с вами продолжим говорить о самоорганизующихся живых организациях, организациях нового типа, построенных по принципу раскрытия потенциала и самореализации каждого его участника, что помогает активно адаптироваться к компании в целом, быть устойчивой, но при этом достаточно гибкой к изменяющимся реалиям, которые сейчас мы наблюдаем в рамках как экономической и политической, так и в общем целом мировой экономики и деятельности. Сегодня мы поговорим о том, как же, собственно говоря, создать эту самую команду мечты, наверное, как создать живую организацию, построить ее таким образом, чтобы она работала как живой организм. Сразу хочу сказать, что это не только западный опыт, но и многие российские компании также начинают внедрять подобные технологии. Со своей стороны мы в рамках деловой игры ИКОБИС, вот, собственно говоря, тоже по этому же принципу действовали с точки зрения формирования работоспособных, эффективных команд. И вот сегодня, собственно, я поделюсь с вами той методологией, которая работает, причем работает, вот, собственно говоря, опробовано, да, и у нас в нашем городе и в других городах Юга России. Итак, прежде всего важно сказать о том, что, собственно, отсылая, да, к нашей предыдущей встрече, важно упомянуть о том, что очень важна осознанность каждого участника команды. Очень важно подбирать команду по принципу понимания его ценности, его собственного понимания, да, ценности себя, как члена той или иной команды. Соответственно, первое, что необходимо сделать при подборе персонала, да, или если у вас уже есть команда и вы хотите ее перестроить, вам очень важно стимулировать и поддержать каждого человека в поиске ответа на вопрос, кто же, собственно говоря, я есть такой, в чем я вижу свое предназначение, свой путь, свое видение своего дальнейшего развития, к чему я стремлюсь, каким я хочу стать на достаточно длинную перспективу. Но при этом очень важно, что это должно касаться внутреннего, да, то есть роста личности, роста профессионализма, роста знаний, нежели какого-либо карьерного роста. Вообще очень важным постулатом, о котором не успела рассказать вам в следующий раз, является то, что команды будущего, вот эти новые системы, говорят о том, что в условиях постоянно изменяющихся условий было бы непозволительной роскошью, ну и, в общем-то, достаточно смешно осуществлять долгосрочное планирование своей деятельности. Все эти замечательные планы, все эти замечательные четкое пошаговое простроение достижения той или иной цели, оно разбивается в дребезги о постоянно меняющуюся действительность, с одной стороны. И с другой стороны, если мы жестко придерживаемся целей и плана своей деятельности на будущее, то мы можем упустить совершенно замечательные, восхитительные возможности, которые нам может подкидывать жизнь. И, собственно, вот эта вот гибкость, адаптивность, готовность меняться, это тоже один из постулатов этой новой культуры, когда мы понимаем, что любая трудность, которая возникает на пути реализации цели, это отнюдь не препятствие, отнюдь не какой-то кризис или кошмар, это возможность стать сильнее, адаптироваться, стать эффективнее, найти какие-то новые, более интересные решения, с одной стороны. И с другой стороны, если мы не привязаны к четкому, поэтапному, последовательному движению вперед, да, вот там, до каких-то совершенно конкретных точек, у нас есть, мы с более открытыми глазами смотрим по сторонам, у нас есть возможность искать более эффективные решения, которые, возможно, мы даже не могли спланировать, вот исходя из той ситуации, да, когда мы планировали. То есть, ну, нам просто могли не открыться на тот момент какие-то новые возможности. То есть, открытость новым возможностям и умение отойти от старых регламентов и найти что-то новое, да, вот, собственно, открытая возможность постоянно подвергать сомнению работоспособность того или иного инструмента, это тоже очень важный такой вот именно, наверное, даже психологический и философский подход вот в рамках создания новых организаций. Но вернемся к командам. Собственно, мы подбираем команды, как я уже сказала, да, из людей, которые сами четко очень понимают, куда они хотят развиваться и расти. И наша задача на этапе формирования команды или на этапе подбора новых участников команды попытаться максимально раскрыться каждому человеку, рассказать. Для этого используются технологии, там, стори тейлинга, да, рассказываем мне историй, или технологии той же самой рефлексии, когда человек начинает думать и анализировать тот опыт, тот предыдущий багаж, с которым он пришел на данный момент в рамках работы, да, в эту компанию. И, соответственно, каким образом он себя сейчас оценивает, чем он обладает, какие наиболее сильные и яркие, возможно, были проявления или достижения его в предыдущий, вот, в предыдущий период, да, то есть тот багаж знаний и опыта, с которым он пришел в эту команду. Рассказать, поделиться с командой тем, какие у него были самые яркие, там, достижения, переживания, чем он гордится, какие уникальные, там, внутренние, личностные или, там, психологические ресурсы позволили ему добиться успехов, вот, там, в предшествующий период. Соответственно, это уже дает возможность человеку открыться и установить культуру доверия, да, в рамках этой команды. Следующий очень важный момент, который, кстати, используется даже при приеме на работу. Человека спрашивают о том, какие таланты или дары, как вы думаете, могут пригодиться компании, вот, ваши личные, да, чем вы можете послужить, каким талантом или даром вы можете послужить вкладом, вот, в достижение нашей общей цели, если вы ее принимаете, и она вам действительно нравится. Следующий момент, да, это этап, это таланты и дары, которым человек может быть полезен в рамках данной команды и компании. Следующий очень важный момент, нам нужно объединить этих людей, и, соответственно, люди объединяются в команды по принципу общего видения, общих ценностей, что очень важно, вот, в рамках, да, формирования этих команд, общего понимания того, каким образом уместно действовать в рамках коллектива, и что конкретно неприемлемо, да, я немножко позже еще об этом поговорю. И, соответственно, очень важный, ну, вот, момент самоидентификации команды, то есть кто мы как команда, в чем наши уникальные возможности и силы, каким образом, да, по принципу синергии мы можем объединить наши вот эти вот уникальные личностные характеристики, там, таланты и дары, соответственно, да, которые могут помочь нам максимально эффективно достигнуть той или иной цели. Таким образом формируется команда по принципу синергии тех или иных талантов и даров, которые каждая личность, да, готов вот вложить, да, свои силы и ресурсы в развитие того или иного проекта. Происходит самоидентификация команды, выявление, может быть, видения совместного развития, совместных ценностей и так далее. Дальше очень важный момент, который, собственно говоря, так и называется, вот, как терминология, это интеграция работы и души, то есть когда каждый участник и команда в целом осознает, каким образом в рамках действия того или иного проекта или той или иной задачи, под которую она собирается, или той или иной работы, которую выполняет организация, как, вот, как мы говорили в прошлой передаче, да, каким образом каждый участник команды может реализоваться, да, реализовать свой внутренний потенциал, реализовать свое предназначение и видение своей вот ценности, да, для планеты, может быть, в целом, да, вот, зачем он пришел в этот мир. Соответственно, идет сшивка с теми задачами и с теми целями и ценностями проекта, да, на котором он работает. И, соответственно, что немаловажно, да, люди собираются в команду. Понятное дело, что должны быть закрыты базовые потребности. Никто не говорит о том, что должны преследоваться какие-то потребности, да, и ценности во власти, там, роскоши или еще в чем-то. Люди понимают, что успех, самореализация, признание и в том числе какие-то материальные излишки, они возникают как следствие успешной реализации того или иного проекта. Но в большей степени людьми движет желание действительно реализовать себя, действительно достигнуть прежде всего самоуважения, достигнуть уважения в коллективе и сделать что-то новое, сделать что-то прорывное, достигнуть, превозмочь себя. Потому что вот в последующей нашей передаче мы будем говорить о том, что работа строится в несколько подходов. Соответственно, каждый следующий подход у человека есть возможность оценить свой вклад и превозмочь себя, то есть достигнуть большего результата. Команда соревнуется не между собой, нету стравливания и соревнования за повышение по службе или за более высокую заработную плату, но есть постоянный вызов превозмочь и перерасти собственные свои результаты себя прошлого. Соответственно, возвращаясь к созданию команды и интеграции по ценностям в рамках целей и ценностей компании, тоже очень важный момент, это создание общих правил. Естественно, что компания не может существовать без правил. Это не анархия, это не цветы хиппи, это совершенно четкая организационная структура. Но при этом люди сами вырабатывают правила, по которым они готовы работать. Вырабатывается так называемый кодекс команды, что мы должны делать и чего команда не приемлет по целям и ценностям, которые есть. И это очень важный момент, что правила базируются на видении, миссии и ценностях каждого человека. Что мы будем делать в рамках своего командного взаимодействия для того, чтобы достичь тех целей и того видения развития проекта, ради которого мы собрались. Люди сами планируют свою работу, люди сами планируют сроки и необходимость, какие-то количественные показатели эффективности, что им необходимо достигнуть за определенный период. И при этом они сами разбивают на определенные подходы это время, и они сами устанавливают правила, по которым они действуют. И каждый из них, как я уже говорила, понимает, что оцениваться будет эффективность работы команды в целом. Соответственно, вот этот самый командный зачет и возможность повышения своей эффективности от подхода к подходу, они называются итерацией в рамках деятельности этой организации. Соответственно, каждый человек, осознавая, во-первых, свою роль, свою ценность и свои задачи в рамках этой компании, осознавая ценность, миссию, и здесь это не пустое слово, это не просто слова на стене, а это действительно ключевой момент, почему человек присоединился к этой компании. Здесь сущность и ценность миссии играет совершенно другую роль, нежели в организациях старого типа, где это просто какой-то определенный атрибут в менеджменте и управлении. Корпоративная культура, собственно, совершенно иначе выстраивается, вот командная культура. И, соответственно, каждый человек присоединяется по своим ценностям, по своему видению, по своей миссии, он берет на себя ответственность за те или иные задачи, которые действуют, и, соответственно, он сам же потом оценивает свои результаты, да, и он сам же принимает решение о том, эффективен он был или нет. Ну и, собственно говоря, важный момент, который я уже предвосхитила, в следующий раз мы поговорим о том, каким образом организовать работу данной команды, каким образом строятся эти самые итерации, потому что такая команда, естественно, не может работать в жестком графике. Кстати сказать, вообще организации нового типа, они построены без определенного графика, без определенного места дислокации, люди работают так, как им удобно, и, в общем-то, да, результат первичен по отношению к процессу. Не важно, каким образом будет сделана работа, если она будет сделана вовремя, и она будет сделана лучше, чем, например, в предыдущий период. Собственно, каким образом это организовать, мы с вами поговорим в следующий раз. Спасибо большое за внимание, до новых встреч!